И ответ на этот раз Бэтрайдер. То есть почувствовали, что агрессии не хватило. В первой игре был Бэтрайдер, все было хорошо. Во второй игре инициативы не было, все было плохо. Но правда, Клауды отвечают тоже очень интересными героями. Это Кентавр Варранер, который выполняет в какой-то степени ту же функцию. То есть у него по сути задача такая же. Купить блинк, ворваться, убить. И вот, в общем, Инвокер, Кентавр, весьма неплохой пик. Но Нави и Дерево. Дерево и Бэтрайдер. Может быть, ну хотя нет, забанили же Эмбер Спирит. А хотел сказать, может быть, будет Эмбер Спирит, но нет, он в пике не появится. Скажу, Дэнди опасно давать таких героев, в принципе. Поэтому Клауды его банят. Что касается Нави, я думаю, они его тоже будут банить. Потому что я видел две игры Синг-Синга на Эмбер Спирите. Это была какая-то жесть. Он просто убил всю команду Виртуз Про первый раз. А во второй игре он играл уже против, то ли против Эмпайр, не помню против кого. Но это была тоже резня еще та. Он играет на Эмбер Спирите очень хорошо. Поэтому здесь отдавать Синг-Сингу Эмбера не стоит. Ликану тоже, как бы Нави, я бы не стал отдавать. Это тяжело. Но вот назад можно было четко сказать. Лайфстиллер, Чен, Энигма, там, это стиль Нави. Сейчас пул героев настолько разнообразный. Каждая команда играет практически всем, что есть. И в сумме команды играют практически всеми героями. За исключением парочки, которые появляются, но просто появляются редко. Да, и при этом они все равно появляются. Тем не менее, стиль Нави, вот Ликан взять и запушить все ТВРа, это просто хлеб не корми, да, им это сделать. Поэтому здесь Клауды, конечно, вряд ли отдадут. Ну вот он, бан визажа, но я не думаю, что в этот раз визаж был у нас настолько... Хотя, почему нет? Визаж, дровка, собираешь и... Чутье подсказывает, что мы увидим Тинкера от Нави. Даже так? Ну, есть такая опция. На самом деле, видел, в последнее время они поигрывают со снайпером. Но как-то снайпера они используют исключительно против Эмпайра, потому что зашло разок. Там очень интересный снайпер. Ну, вообще, герой, конечно, тоже интересный. Но, может быть, увидим сейчас что-то интересное от Дэнди. Пока непонятно, на каком герое будет он играть. Самое время задуматься о комбинации Лайфстиллер плюс Шторм. Нет, сильная комбинация Нави, ей всегда всех убивали. И сейчас забрать, ну, просто все шансы. Да, и что-то пока. Думаю, тоже, как бы, ошибиться в пике в такой игре это очень плохо. И, как мы видели, даже не сам пик может быть ошибкой, сколько потом игра с этим пиком. То есть, возьми Нави и поставь на легкую линию морфа в мид инвокера и какую-нибудь там, может быть, не триплус тайдом. Ну, в общем, дай тайду пофармить. И могло быть все по-другому. Итак, это Вивер, еще один герой, в котором, в свое время, на котором Хвост играл так, что просто все боялись этого Вивера. Надо сказать, есть чем его поконтролить. Как бы Линкины дальше просто без шансов дофармливают свои остальные слоты и выигрывают дотал. Не могут играть Клауд без какого-то буста по дамагу. И Винга залетает. Очень много минус армора, я не уделюсь, сейчас будет еще какой-то СФ ласт пиком. Черный Ленви, да, он любитель покатать на всяких таких героях интересных. Действительно, у инвокера есть минус армор в виде фаржей, у Дазла есть минус армор. Куда же могут взять, кстати? Игровку могут взять. Ну, здесь, конечно... Ну! Луна, наверное, будет лучшим вариантом, потому что это, в принципе, отличный герой. И буст по дамагу у нее... Как раз у Винги буст по дамагу проходит больше в лейте, у Луны в начале. И такая будет... Так, Нави, пошли. А если возьмут Луну, это будет такой дефолт. Если возьмут Дровку, то для Клауд Найн, в принципе, тоже такой более-менее дефолтный СФчик. Такое. Тоже, как бы, нельзя сказать, что это супер что-то лютое, но... Ну, не имеется в виду, не дефолтное. Но все же, более-менее от стандартов как-то отходит. Но... Снова ходить в бан, на мой взгляд. Вот просто должна... Кстати, еще Винга отличный пик против Бэтрайдера. Она контрит своим свапом. Очень вот любит, смотри, Клауд Найн, то Виспом контрить Бэтрайдера, то Вингу. И такие не совсем привычные почему-то, хотя очень эффективные. Почему нет? Взял Вингу, нажал одну кнопку, все, спас героя. Да. Да, и на эту Вингу, которая, как бы, сама по себе стоит, как правило, очень мало. Ждем бана от Клаудов. Это будет, скорее всего, бан соло-мид-герой, если Нави опять какую-то интересную тему не покажут. Вообще, я бы хотел сказать, что для меня этот финал развивается не по привычным. Потому что я ожидал в первой игре с вот этим вот чудесным пиком от Нави без шансового поражения. Потом они должны были собираться и выигрывать. А получилось как-то так, что во второй игре они взяли уже более классический пик, но Клауды просто своей фирменной стратой не оставили никаких шансов. Ну, это интересно, потому что это интрига. Ну что, ждем мы бана Луны, может быть. Или какого-то другого сильного кэри. Времени вообще не остается уже, думать толком. Нужно забирать героя, забанивать. Тупо я не знаю, от чего же он не хочет видеть больше. То все-таки Луну. Ну да. Банит Луну? Ну это стандартная тема. Ну и сейчас посмотрим на Клаудов. Клауды должны были понимать, что Луна отправится в бан с высокой долей вероятности. Ну и как ни крути, у них такой пик, что в принципе... Ну и ладно, ну забанили Луну. А им много героев под этот пик подходит, очень много. Когда у тебя два оранжевых суппорта, которые довольно сильны на начальном этапе, ты можешь взять вот просто хоть что. Все, что тебе угодно можешь взять. Можешь взять героя, с которым будет агрессия, можешь взять все герои, с которым можно потерпеть. Ну, как бы, не совсем жестко, потерпеть, но не потерпеть. Даже конспектра вполне неплохо может зайти. Кстати, да. Ну вообще... Вообще, да. В спектра будет очень интересное количество, просто огромное количество. Они вообще берут алхимика. Ну то есть, как он уделил его. Дядьку. Да, алхимик в качестве суппорта. Я думаю, пикаться больше не будет у нас на профессиональной дотс-сцене, потому что банку ему порезали очень сильно. Но вот его монетка, это как была сильной стороной этого героя, так и осталась. Потому что алхимик, даже если в начале все пошло не так, он фармит быстрее, чем, наверное, любой другой керри на данный момент. Ну, во всяком случае, может ему нага-сирена с определенными итемами. Но алхимику не нужны никакие итемы. Он просто максит монету, бежит, убивает всех крипов, получает в два раза больше золота, чем любой другой герой. И как керри, использовать его хорошо. Очень такой вязкой агрессии. Ну, на мой взгляд, вот сейчас им в лейт тянуть вообще не вариант. Кентавра, Вингуя, Алхимика и Инвокера, да еще и с Дазлом убивать в лейте, таким пиком будет невероятно трудно. Большую перебивочку и вернемся уже непосредственно к икре. 10 секунд remaining 5 секунд remaining И вот интересно, вообще говорят, что при пике участвуют все игроки. Но, судя по всему, у Cloud9 участвуют Пайлайдай, Ауи и Бонсевен. Остальные не особо. Как написал в твиттере буквально перед началом, когда у нас была загрузка неудачная. Мы, у нас есть генерал в команде, мы победим, написал Бонсевен. Ну, я думаю, что он веду Энви. Я не знаю, кого он имел в виду, но, в общем-то, на роль генерала реально подходит больше Энви. Пик, конечно, в лейте очень грозный у Cloud9, но вот этот вязкий Виномансер, отличная агрессия. Во-первых, есть дерево, которое вначале очень полезно. Во-вторых, есть профит, который вначале тоже может быть очень агрессивным. Есть битрайдер, есть Виномансер, с которым бывает очень непросто играть при определенных раскладах. Но, опять же, доживи спокойно, вот как в прошлой игре, до 20-й минуты Cloud9. Все, там Алхимик просто уже на 6-ти слотовый закуп замахивается. Кентавр супер жирный, попробуй его убей. Винга вносит огромное количество урона. Дазл все это хилит и вешает минус армор. И инвокер, который, ну, который, в принципе, хорош всегда в лейте. Он может и физдемаг, и магический, и все-все-все, что угодно есть. Посмотрим. Все от исполнения зависит. Линии, наверное, поставят дефолтные, хотя я не знаю. Можно ли как-то здесь попробовать поставить вивера вниз? Наверное, можно. Ну да, если учесть, что есть Ливенармор, то пойти им можно, но надо ли им это вообще? Батрайдер может спокойно пойти в мид, вивер на изи, виновансер там на всяких отводах. Фаник на харде по дефолту. Ну, мне кажется, скорее всего, будут как-то дефолт играть. Потому что, ну, смысл фаника отправлять на изи-лайн. Здесь один, потому что если алхимик стоит на легкой линии, фармит он быстрее, чем любой другой герой. И с этим ничего не сделать, абсолютно. Ну вот эти... А, Синг-Синг, это соло-мид будет алхимик. И Этернал Энви будут играть у нас на инвокере. Вот это да. Это старый добрый алхимик, который не будет супер-мега-фармером, который будет фармить Мекку, который будет бегать... Ну, такой, на самом деле, вариант. Раньше-то он был посильнее, опять же, за счёт своей банки, которая накручивалась в момент полёта, который можно было заряжать 7 секунд, а не 5,5 секунд. Так, ну вот, первые у нас интересные. Опять у нас какие-то... какие-то пошлини. Фолту нави такие, как будто в какую-то рулетку играют. Авось повезёт. Вдруг найдём. Ну, походу, Фаник будет у нас... Вообще, закупился на лёгкую. Или он закупился на соло. То есть здесь вот, что важно понимать. Очень-очень агрессивно стоят игроки команды Нави. Куда-то Дэнди уходит. А, ему пингует Бон Севен, да. То есть Дэнди... Дэнди у нас будет мид, судя по всему. Фаник... Да, кстати, тоже на фастбазил закуп. Да, всё, это будет трипла, судя по всему. Потому что Фаник уходит. И видно, видят сейчас игроки команды Cloud9, что он закупился на лёгкую линию против Кентавра. А Кентавра закупился на лёгкую... Ну, то есть тоже на один на один он купил щиток. В этом большой, как бы, успех команды Cloud9. Потому что если бы Кентавр купил сапог, профит бы его прогнал. Ох, как сейчас прячутся Нави и их не видят. Так, всё, сейчас увидит всё, абсолютно Даззл. Да, Даззл всё видит. И он не то, что даже увидит, он чуял что-то неладное, судя по всему. Потому что по траектории его движения такая была осторожная, что оно неспроста было. Так, ну, Алхимик со стиками... Могу сказать, что Cloud9 полностью угадали линии. Хотя Нави пытались сделать для них сюрприз. Как бы Нави здесь не нужно было угадывать линии, они и так всё прекрасно понимали. Но то, что Инвокер стоит на лёгкой линии для них, может быть, являлась каким-то сюрпризом. Ну, в общем, давайте смотреть. Cloud9 хорошо начали. Если бы они не угадали здесь линиями, их бы ждал провал. Но здесь у них всё хорошо. И их трипла достаточно хорошо себя, в общем-то, должна ощущать. Потому что есть тут чем и подстанить, и подхилить. Пупей банит спаун, не даёт отводить. Но, по-моему, Cloud9 даже об этом и не думают. Потому что у них здесь... Смотри, просто в куче. Сюда бы встан лишь рака какого-то. Ну, просто тут разница между триплой и нави в том, что три рейнджа у Cloud9. Они будут, во-первых, очень жёстко динаить, ластхитить. А во-вторых, если будет драка, то вот эти три рейнджа очень больно будут бить. Да, конечно, есть фурион, который может прилететь, помочь. Но не знаю, насколько много будет этой помощи. Потому что пока он будет лететь... Ух ты, это чё сейчас было? Что такое? Так, всё, Пупей понял, что на трипле шансов выиграть как-то очень-очень мало. Против трёх рейндж-героев с хилом, с инвокером тяжело. Пошёл куда-то искать, видимо, Куру. Кура у нас... Шла Кура с Батлом, вот это сейчас Пупей выйдет с сапогом, даст удар. 85 урона у него у Куры. 75 хп он убьёт Курьера, но Курьер, Курьер... Всё, отботал как минимум. Ага, этого Курьера сразу же... Сейчас в поле... Ну, не увидел, что ли? Нет, увидел. Он обозбит Батл! Ай-яй-яй, Пупей! Эти засады! Это Синг-Синг не увидел. Как так-то вроде бы вылазил, вроде бы высовывался. Да, великолепный игрок капитана команды. Вот именно сыграл ещё тот факт. Ни один герой не убьёт Курьера с одного удара, по-моему, кроме дерева. Да, так и есть. Там, да, Маджо, мало у кого хватит. Ну, может быть, там какой-нибудь ЦК ещё сможет это оформить. Синг-Синг, этот боттл... А что он так рано его прям сразу обузить-то? Он выпил всего, по-моему, один глоток и сразу его решил обузнуть. Он два выпил, чтобы Курьер не был слишком медленным. Там же, когда пустой боттл, всё плохо. Но просто странно, по факту. Ну, я не думаю, что у Синг-Синга будут большие проблемы, потому что он стики купил, которые будут заряжаться от Бэтрайдера. Конечно, да, это плохо. Ну, чёрт его знает насчёт не будут большие проблемы, потому что он же себе ещё и тапок принести не сможет. Это тоже огромный минус. А против Бэтрайдера без тапка... Да, да. ...иногда те, кто стоят против Бэтрайдера, первым айтемом приносят тапок, а не боттл. Ну, не считая стиков, естественно. Я имел в виду именно с точки зрения того, что мана ХП у него хватать должно. Но всё-таки это очень хорошо, то, что Na'Vi сделали вот этот фраг на Курьере. Видимо, что оставили они хвоста Соло, понимают, что здесь тяжело надавить на Треплу. И можно надавить на Алхимика, действительно, у которого сейчас проблемы. Но Бун Севена здесь тоже что-то как-то помешать. Он уже купил себе сапог. Да, Бун Севен чувствует себя шикарно. Вот если бы он закупился просто через быстрый сапог, его здесь Фурион бы, конечно, прогнал очень жёстко. Так, мы видим какие-то попытки разменяться с деревом по ХП, но на месте Алхимика я бы этого не делал. Потому что, вот, заходит к нему Венек. Веника видели. Синг всё видел абсолютно. Вот как он в этой ситуации будет действовать? Он видел Веномансера. Вот за счёт этого ворда. Он играет очень осторожно, но у него сейчас проблемы по мане. И Веномансер решает отойти. Отойти, но его здесь не видно на варде. Стоит он очень аккуратно. Хвост пытается подфармить в лесу. Вот этот вот. Инвокер там колд снэпами добивает крипов. Ну, пока всё выглядит так, что план Нави немного разрушен. Но как они смогут перестроиться? Идет Веника. Они и так прям крипов. Ой, смотри, Кентавра зажали. Это может быть Версблад. Да, скорее всего, так и будет. Кентавр даёт 100, но ФБ. Пупей, великолепная перетяжка. Вот, казалось бы, да, поставили триплу в харду. Она полностью провалилась. И вроде как должны быть Нави в минусе. А в итоге... Очень неаккуратно сыграл. Просто-напросто два сухопа ушли и начали делать грязь. В миде тоже очень неприятно, но тут на Firefly маны не хватает. Сгорел бы сейчас Алхимик, был бы Firefly. Девять стиков там вообще. Ну, наверное, да. Хотя, если бы догнал, начал жечь. И возвращается Bone7. А эти стики ты нажмёшь, они моментально... Ну, как бы то хп, которое не восстанавливает моментально. Посмотри, Bone7 опять ошибается. И сейчас опять его закроют. Нечем абсолютно проесть. И может на развороте сейчас поймать Фаник. И ни в коем случае нельзя подходить к Фанику. Его захиливают. Дерево делает ещё одну тычку. Фаник ускоряется. Но на этот раз Кентавр выживает. Хотя это было очень и очень опасно. Хвост тем временем фармит. 9-4 против 13-5 Крепстат. Ну, хвоста здесь со временем могут прогонять. Пока что саппорты отводят. Третий, третий левел уже имеют. С контроля на руну. Посмотрите. Летит Курьером. Ой-ой-ой. Но Курьер выживет, конечно. Даже на хосте вряд ли его убьёт. Винга... Ой, террор! И последняя тычка могла залететь. Но нет. А террор вообще действует на Куру? Ну, Вижен даёт. Это минус армор, как мы видим, даже минус армор не сработал на неё. У неё 10 было. Как было, так и осталось 10. Вот Дэнди сыграл очень рискованно. Тем временем Синг-Синг купил себе тапок. Сейчас вылезет Курьер из Таверны. В общем-то, он принесёт себе этот тапок. И Бон Севана у себя нужно по-хорошему принести Транквилла, чтобы у него восстанавливался всё побыстрее. Всё, хвоста начинают гонять. Думаю, с минуты на минуту мы увидим, как Фаник уходит в лес, а хвост притягивается на лёгкую линию. Потому что фармить ему здесь крайне тяжело. Крипов, кстати, у Кентавра, 20 у Инвокера. Всё очень неплохо у Клаудов пока что. Да, в целом, то, что там сделали один килл и убили Курьера, это как бы... Да, это приносит плюшечки свои определённые, потому что у того же Бодрайдера в миде теперь преимущество. Но прям катастрофически не повлияет на игру. Алхимик тащит себе уже, он ботал наконец-таки тапок Транквиллы. Заботал тапок Транквиллы покупает себе Бон Севен, как мы видим. Что, алхимика у нас тут? Ну вот так он осторожно против Денди. Стоит ульт, Кентавра пошёл, начинает заряжаться банка, пошёл Санстрайк. И Санстрайк такое ощущение, что не попадает в Денди. Выкинуться слишком рано банка и большие проблемы. И здесь у Синксинга влетает ульта, и... Ганг провален Бон Севен. Он всё подошёл на помощь. И, кстати, если его запрут сейчас, можно будет попытаться сжечь... ...поя тычка от фаника. А подпризами там 100 урона. Всё решило то, что не попал инвокер Санстрайком абсолютно. И я не знаю, по какой причине это произошло с Сатёрна Ленви. Хотя там было это очень-очень легко сделать, но... Может быть, у него экзорт не раскачан? Нет, раскачан. Действительно промазал. А, это провальный ганг. Теряют двух игроков. Решили сами. Ну, тоже правильно. Они могли напасть, почему бы и нет. Но, с другой стороны, нападать им сейчас нужно крайне осторожно. Потому что у них ситуация неплохая в игре, но... ...им лучше выйти в лейт аккуратненько. Итак, Химик у нас покупает ДП, 6-ой левел. Пайлайдай возвращается. Но напасть уже не получится здесь. Ну, как в прошлый раз, можно ещё раз попробовать. Ну, так-то да, безусловно. Максит смейки, гель. И польза инстинк на единичку. Ну, инвокер. Ну, и вот сейчас Дэнди выносит блинк из леса. Очень ранний блинк за счёт вот этого фрака. Седьмая минута. Но вообще, я бы не сказал, что это суперрекорд. По-моему, как раз-таки Пайлайдай поставил недавно. На четвёртой, что ли, минуте купил блинк. Ну, это уже из ряда вон. Я думаю, что если ты на шестой, на седьмой минуте покупаешь блинк, это суперкруто. То есть, ну, можно там на первой минуте купить. Это тебе. Ну, да, да. Как-то что-то сделает. Это очень хорошо, и сейчас Дэнди ни в коем случае нельзя его палить. Но, по идее, должно быть понимание. Понимание это быть должно, но ожидать Клауд Найн практически наверняка этого не будут. Потому что, ну, рано ещё и так вот супераккуратно прям играть. Да, безусловно, неждан этот блинк, если только прям где-то сейчас он не спалится. Смотрим, перетянется ли дазл. И хватило, что ты посмотри РНЖ, чтобы зацепить. Но регенерация у Синг-Синга очень жёсткая регенерация. Так просто его не взять. Да, какая-то попытка ганга на уровне Клауд Найн была только что, которую они проделали до этого. Никто не нафидил, во всяком случае. Суть в том, что вот этот даггер, он может появиться хоть на первой минуте. Но если у тебя недостаточно высокий левел, этот даггер не так уж и эффективен. Вот сейчас во всей красе. Фаерфлай не промакшен, банки там ещё как бы слабенькие, только масла. И при этом ты эти масла-то не достанешь. Приходится сразу прыгать. Кентавра, побежали за фаником. Стан, влетает, первый санстрайк пошёл. Старайк, ох, хорошо. Тут, конечно, в него вошёл дэмэдж. При том, что там Ливен Армор был, всё-таки его размазало. Устаннейший ганг на профите, который имел очень неплохую ситуацию. Ну и пока что у хвоста всё не так плохо на его линии. Хотя, конечно, крипов он имеет гораздо меньше, чем имел бы на фрифарме. Но, тем не менее, я решаю этого пока не перетягивать. Но здесь он ничего абсолютно не может сделать инвокеру, у которого сейчас появится Мидас. Потому что инвокер бешеный реген. Инвокер его сейчас сам терроризирует там коллснэпами и форжами. И нужно быть очень осторожными. Куро решил подпушить немного в миде. Приходит сюда Винга. Можно сбивать немного Змейки. Приятный такой момент. Алхимик фарми теншентов со своей тучей. Седьмой левел. Ну, в общем, Клауд Найн в своём стиле. Опять они фармят. Хотят все, чтобы герои были сильные. Хотят иметь 5 керри в команде. Наверное, чуть подсбавили агрессию. Но вот сейчас вниз выход. Вот это уже цель гораздо лучше. Смотрим, полетит ли Даззл. Даззл очень далеко. И стирают инвокера. Да, Даззл мог пойти. Хвост побежит за Даззлом сейчас. Но заставит его как минимум прожать героев. И то не факт, что тот спасёт. Потому что тут у нас, да, забирают. И на гравь маны не хватает. Под конец после стиков появилась мана. Но анимации не хватило. Ура! Забирает Алхимик его. Но Куро успел забрать Вингу. 3 в 1. Суммарный размен получается. И сейчас можно ломать вышку. Да, у Нави всё очень здорово. Нави играют так, как должны играть. Они начинают агрессивничать. Причём агрессивничать очень жёстко. На всех линиях абсолютно поддавливают. Не даёт абсолютно нигде расслабиться. Первая вышка падает. 6-2. Преимущество по фрагам. Так, ну и Фаник полетел за Мидасом. Которые ему немного оттянули. Да, Инвокер тоже покупает Мидас. Правда, он фармил на лёгкой линии. У него ещё нет даже сапога. И да, здесь, конечно, Инвокер получается очень-очень немощный. И у Кентавра тоже нет даггера. Вот сейчас нечем нападать абсолютно Клаудом. В свою очередь... Свап! Что? Какая банка! Ну, Дэнди здесь, конечно, очень не повезло. Он блинканулся прямо на двух героев соперника. За наглость был наказан. Всё-таки уже очень там... Жёстко пошли прессовать. Кентавр пока дофармливает свой даггер на топе. Его никто не трогает. И он сам тоже не особо горит желанием с кем-то связываться. Потому что нужен даггер. Без даггера ничего не сделать. Есть ульта, конечно, но это всё не то. Нужен даггер, и до даггера остаётся не так много. Вот Нави сейчас бы этого Кентавра убить. Потому что это важно. Синг-Синг забирает инвиз с боттл. У него же там почти дофармленные эншенты. Ничего себе там настакали. Да, ещё и стакнул. Много золота сейчас получит. Ход гняет Ауи. Ой-ой-ой, там ещё ульта прокатывается. И санстрайком добивает. Всё-таки получилось. Инвокер получает килл. Вот здесь размен не лучший произошёл сейчас для Нави. Они вытягиваются ещё на нижнюю линию, чтобы кого-то поймать. Но здесь без маны Венга. Инвокер тоже решает тянуться под вышку. Да и вдвоём-то на самом деле не так просто будет убить. Урона не так много. Перетягивается в мид на Синг-Синга, у которого заюзан ульта. Будут нападать на Синга. Смотрим. Дазл купил себе ТП-шку. Дазл это... И ульта как раз заканчивается. Будет удобно на него нападать. Выбирается фаерфлай. Хорошо. Ловит Ванку. Санстрайк не попадает. Ну, бывает, что он прыгал, грубо говоря, на рандоме. Он не видел... Не было видно, есть там кто-то или нет. Он прыгнул и просто тыркал перед собой. Видать, лосо и цепанул крипа. Вместо... Ну, судя по всему, да. Потому что момент, конечно, на мувик. Такой, знаешь, из серии забавных моментов. Суперганг. Ну, вообще, там, по-моему, алхимика все равно бы не забрали. Даже если бы... Просто ему не хватало до кольца одного крипа, он пошел запарнул. Что очевидно, по-моему, нет? Оно... Слушай, он наносит урон вообще? Само поселее. У него что-то нет, но просто так ты быстрее его к себе притягиваешь. Он все такое... Так эффект не ладно. Более убедительно, не кажется. Ну, если так. Так, алхимик тем временем получает монетку и начинает собирать дополнительный фарм с помощью вот этих вот змей. Вообще, Кура неплохо. Мне нравится такой Веномансер от Нави. Он действительно хороший, потому что все время что-то давит. Где-то заставляет прятаться героев команды не просто под вышками, а прям находиться в совсем чудовищном таком положении. Хвост притягивается. Так, Нави будет давить. Хвост пошел в БКБ. Бун Севен тем временем имеет линг-дагер. Запрыгивает. На паник он видит его. Зацепляет. Да, зацепил. Да, все-таки цепануло за медлением. Но Ливен Армор все равно висит. Санстрайк. И, блин, Санстрайк входит очень больно, потому что там крипа убила. Вот, перетянулся. Сейчас можно запирать в спруты. И нету никакой помощи. Абсолютно пошла ульта. Бун Севену сейчас нанесут огромный урон. И... Да, хвост добивает его. Умирает. Перелетел сюда Ауи на помощь. Хвост. Пошел дальше. Под Ливен Армором. Спадает этот Армор. Довольно быстро. Но там Грейв. Сейчас-то он уже точно успеет его прожать. И тут хвост может даже не надеяться. Да, вешается на всякий пожарный Грейв. Таймлапс от хвоста. И линию надо пушить. Временем на миде какая-то у нас драка. Дэнди получает банку. Ой, какой стан. Банка в пупее. Практически минусует капитан команды Нави. Он захиливается. Синг-Синг не может дотянуться. И это минус Синг-Синг. Синг-Синга просто-напросто раскаятили. Он уже ничего сделать не смог. А пупей как новенький. И отхилился моментально. Его еще восстанавливают с бутыля. И теперь он прям совсем фуловый. Если бы Синг сразу побежал давать эту тычку, то убил бы наверное дерево. Но побежал несколько позже. И там уже все было плохо. Виномансер просто задавил команду. Клауд-9 сейчас под ТВР. Здесь же профит. Я не знаю, очень тяжело отбиваться. Дэнди дает блинк. Пытается сцепить Пайлайдая. Здесь же хвост. Гелем промахиваются. Хилл. Пайлайдая забирают. Забивают с руки. Успевают там накричать. Уи, опять же. Но Грейф то у него в кулдаун. Пайлайд дерется. Да, знает об этом хост. Шел до конца. Преднамеренно сам страйк не попадает. Но было близко. Хост просто по другой трех. Времени у Кентавра проблемы. Его также запирают. Он юзает ульту только для того, чтобы убежать. Синг-Синг вбегает. Банку не кидает ни в кого. Отличная банка от Синга. Но на самом деле все равно Нави будут здесь пушить дальше. Потому что есть у них куча хиллов. Я не знаю, как отбиться здесь вообще. Нави просто прут на пролом. Винга делает ТП. Дерево в супер агрессивной позиции. Хочет прикопать. Бэтрайдер. Полетит ли опять? Вышка падает. Накручивает банки. Алхимик дает банку. Просветка. По-моему еще и таймлап даже не стал тратить. Под Ливен Армором просто ложили на весь этот дэмэдж. Синг-Синг выживает. Какой крест. Свап. И будет лежить. Зажимают здесь. Какая-то пауза. Ах, какая пауза. Какая пауза от хвоста. Синг-Синг сейчас думает. Ага. И каковы мои шансы на то, чтобы выжить? Потому что банкой промахнуться нереально. Нет вообще ни одного скилла и нет маны у Инвокера. У него все на кулдауне. И книга, и колд снэпы, и фаржи. Может стиками там, не знаю, напугать Дэнди. Можно попросить пока пауза. Чтобы тот не убивал. У Винга может застанет, но она не успеет. Она далеко стоит и банка быстрее настигнет Синг-Синга. Но и Дэнди под станом будет разорван за секунду. Так что сейчас еще и Дэндимону надо за себя беспокоиться. Начинает закидывается банка. Это килл. Дэнди под стан. Минус Дэнди. Бон Севена разваливают тоже. Бон Севена пытается застанить, но не успевает этого сделать. Минус. И два в два по итогу размен. Ну, Нави забирают еще и вышку и просто продолжают давить. И здесь... Да, если они еще убили парочку. Антитактикал пауз. Вообще, на самом деле, да. Потому что Дэнди бы запрыгивал, давал банку, убивал Синг-Синга. И просто мог уйти. А сейчас... В этот момент могли бы, да, нетрезво оценивать ситуацию и как-то не убить этого. А потом они... А так они как бы уже на 100% видят, что... Не спасти Синг-Синга, а убить Бэтрайдера в ответ можно. Изи. В общем-то, пауза была не лучшая для команды Нави, хотя поставил ее хвост. Но, тем не менее, у Нави ситуация отличная. Хотя Инвокер имеет очень хороший Нетворс, мы видим, что у Алхимика, у Кентавра проблемы. И даже дело не в каком-то Нетворсе, а просто вот с этой агрессией не могут справиться. Опять же, на этот раз есть чем отвечать Клаудам, но не могут они. Просто им идут, сносят все ТВРА, они смотрят на это. И врываться на вот этот пик против Виномансера, у которого куча змеек, замедление, против дерева, крайне тяжело. Ну и Нави сейчас пойдут по топу пушить. Да, Нави набирают обороты, у них 7,5 уже ближе к 8000 золота, по XP чуть больше 4, и они не собираются на этом останавливаться. Есть топ-линия, надо ее давить и выжимать с нее также максимум. Есть уже некорочи. Отбиваться будет очень тяжело, разрыв у нас по золоту. 30 тысяч на 22, 8 тысяч разрыв фактически. И по XP, ну тоже преимущество на стороне Нави. Ну конечно, Клаудам сейчас нужно кровь из носа как-то отбиться, но Мекки на Алхимике нету. И без Мекки здесь тяжело, да и с Меккой тоже. Здесь нужны какие-то... Ну вот ульт Кентавра очень-очень важен, потому что когда все под замедлением, кого-то убить быстро с помощью ульта Кентавра, это будет очень круто. Если ульт Кентавра заюзан и ничего при этом не произошло, то все, дальше Виномансер делает всю игру. Ох, Кентавр! Как жестко! Это сейчас что было? Момент на... Невероятно быстро добирается Кентавр. То дальше включает фаник, будет не забирать, забирается. Круты, но Кентавр, контр-инициация, дает шикарный рассказ абсолютно. Есть еще ульта, цепляет его Дэнди, но очень больно Дэнди. Повешен крест, Дэнди уходит с блинка. Кентавра будут расстреливать одного совершенно. Тем временем Дазл снимает с ульты профит, как и Кентавра. Шикарная абсолютная игра. Альтернал Энви вынужден убежать, хилится. БКБ появляется у Вивера. И пока вроде бы все медленно, но верно идет к победе Наби. Потому что по факту тут Дэнди был на пипетке, но не убили. Хвост был на пипетке, также не убили. Не хватает там буквально какой-то копеечки демеджа, чтобы добить вот этих двух товарищей. А это как бы очень важные два героя. Вивер вместе с Бэтрайдером. За них можно было бы субить очень немало. Минус поле золота. Будет вообще то, что сделала сейчас Клауд Найн, я бы назвал замах на рубль, удар на копееку. Потому что очень красиво. Фурстав, Кентавра, тот с блинка залетает и не наносит даже половину урона, который нужно, чтобы убить Вивера. Зачем? Непонятно. И даже уже в такой позиции, что... Если Вивен Армор висит где-то на другом, просто Ливен Армор моментально повесили на хвоста, и в итоге ему столько урона не нанесли. А если бы Ливен Армора не было, там бы был Санстрайк, ТБ Лэйдж и все. И давай до свидания. Под станом Вивер бы не ушел. Просто Ливен Армор он выручает. Ого-го, как жестко. У Синг-Синга должна успеть появиться Мека. А Егис отдали у нас Вивер, у которого есть уже БКБ. Такая очень агрессивная. БКБ стоит меньше, чем Линка. В драке помогает, наверное, даже больше. Энви как что-то очень интересное раскастовал. Метеор и следом ушел в инвиз под собственной вышкой. Мы видим, что если Клаудов пушить, то им вообще очень тяжело. А если им давать играть в свою игру, то они формят нужные артефакты. Кстати, Пстак-то сворован игроками Нави. Не могу сказать, что прям тут так много. Плохо. Вот не хватает сейчас Клаудам какого-то такого инвокера от Дэнди в первой игре, который там бы попал во всех, поднял их, нанес кучу урона. Мик с Меккой. Толстый химик. Ну тут уже у Виномансера Аганим и второго левела ультимейт там... Да, вот просто Виномансера Аганим на 20-й минуте, это очень жестко. Эта ульта, в принципе, будет сносить, наверное, 50% ХП всем игрокам, кому-то и все 100. Там Винга, например, она тупо от одной ульты сляжет. Вот опять же, нужны очень сильно БКБ игрокам команды Клауд9, чтобы быть невосприимчивым к этому мультимейту, к раскасту профита. Или просто... Такие герои, которые не особо покупают БКБ инвокер, делает он себе хекс. На Даззле и на Кентавре тоже БКБ фармить, не самая приятная штука. Винга тоже как бы не нафармит. Кучу ХП, которые тоже нафармить нереально, потому что слишком мало времени. Да. Нави перетягиваются с макак, сейчас будет неплохой заход, но Клауд9 все это читают. Проблема в том, достаточно ли круто они читают. Пфаник не отвлекается от Пуша с хвостом. Очень правильно. И на Вит не потеряли ни одной вышки. Вот, наверное, самый важный показатель. Не потеряли ни одной вышки, и по золоту очень много за счет этого ведут. Притягивается Бэтрайдер. Ну и все, я отступаю. Клауд9. Сумаю, что драться нельзя. Одна банка и линия отпушена. И идут к Ашанаве. Вот шанс сейчас, если на мид выйдут. А идут-то не в мид, идут. Нет, вот если на мид выйдут, это шанс для Клауд9. Потому что здесь два саппорта. Очень ценных, но которых очень легко убить. Какое, знаешь. Ну, уже и третянулся. Виномантер, гидат, Стерморо. Это не такой уж легкий таргет. Кентавр имеет столько же хп. Кентавр имеет меньше хп, я так скажу. Так, врывается Кентавр. Виномантер получает планку. Купей, успевает раскастовать. Адер тиммейт. Кура ждет до последнего. Ульту свою жалеет. Не знаю почему, но жалеет. Хватает демаджей. Так что Клупикинблокер тоже параллельно умирает. За Сингсингом выезжает хвост. Подрубает БКБ. Доджинстан. Очень грамотно. Байлайдай попадает теперь под фокус. Банка игреевого сейвен. Теперь накручивает банки уже Сингсинг. Но он вынужден отступить. А Бараки... Бараки никто не дефит. Аегис сохранили. И сейчас возвращается сюда профит. Вызывает. Скоро будет третий. Не кратчить. Цепляет веника. Форсит его. Но ульту раскастовал. Далгель. Все. Тут инвокер просто приговорен. Он даже под фонтаном не выживет. Пытается пытаться дрог. Сюда консоль. Вот. Постал. Убивает. Но это Аегис. Каминуса Егис сломает бараки. Свап. Станчик. Долетает до хвоста. Банка сверху. Левенормор. Форсов пытается под сейвить хвоста. Уходит под шокучами. Но кентавров еще и цепляет стопов. Здесь уже судя по всему нет вижена. Хвост уходит только потому, что его не видели. Фаник успевает уйти. Ни свапа, ни стана. Маны нет на станчик. И не хватало. Буквально 30 маны. Оу. Это сейчас что было? Да. Убил третьего Некрача. Но бараки-то упали. Это самое главное. Что здесь потеряли Нави? Хоть даже если они 5 в 0 бы слегли, это уже не так важно. Потому что все. Потеря бараков. Это самое-самое главное. Два третьей минуты и против Фуриона. Да. Согласен. Ну вообще, конечно, очень уже большое преимущество Нави чувствуется. И не могут никак отбиться Клауда от того, что делают. Просто вот каждый момент им не хватало сначала чуть-чуть, потом еще чуть-чуть, потом еще чуть-чуть. И в итоге этот ганг вначале на Денди, мне кажется, он мог вообще стать определяющим. То есть убили бы тогда Денди, сбили бы тайминг Блинк Даггера, получили бы какое-то золото, могли бы зацепиться. Денди не убили, в итоге сами еще и умерли. И у Денди тут же появился Блинк, и все. И Нави уже в такой ситуации не отпустили. Смотрим. Синомансер. Кинг Тавр на одного веника. Его форстафят. Но веника тут не выжить. Да, забирают. У Денди так же проблема. Он успевает поражать БКБ. Вообще в игре не видно. Чтобы он какой-то рассказ сделал или что-то. Ну то есть просто сравните Инвокера Денди, который находил моменты, и Инвокера Клаудмайн. Ну потому что Инвокер Денди был с Даггером, а этот Инвокер купил себе ультимейтор. Решил, что надо брать Хекс и все такое. Ну то есть это реально очень сильно решает. Если ты ловишь удобный момент, это все равно, что на Шейкере. Вот Шейкер и Инвокер. Два очень разных героя, но у них есть одно общее. И если Инвокер ловит троих на Торнадо, а потом кидает Метеор и Бласт, этот прокаст наносит огромнейшее количество урона. А чтобы поймать троих, нужен Даггер. Так как только... Такое бывает очень редко. То есть ты смотришь, на секунду завтыкали, ты поймал их на этом моменте. Если не поймал, то все. Ну и Клауды все еще не хотят сдаваться. В общем-то... Играют они, шансы у них какие-то есть в этой игре. Хотя перефарм огромный, просто огромный. Но если удачно хотя бы разок подерутся, появятся определенные шансы. Но пока что очень сильно они проигрывают и по левелу, и по золоту. Пегвит Инвокер забыл по ходу Этерналэнди, что его вексы далеко не прокаченные. 240 МС, это ужас. Сейчас надо ловить, просто ловить Клаудов и убивать. Оу, и вот он уже первый клиент, его еще не захектили. Не дали продлить свою жизнь игрой. И вот Дэнди стремился искать, куда-то там пингуют. Ну там с телепорта ушел. Ну вот ничего не получается абсолютно у Клаудов в этой игре. Никакая их агрессия не выходит, не могут они защититься от агрессии Нави. И достаточно закономерно Нави сейчас должны довести до победы. Вот только осталось им сломать еще парочку сторон. Дефицца особо нечем. Сейчас будут третьи Некрачи. Вот райдер хватает, Синга, но вот Пайлайдай. Вот это грамотная игра. Синг-Синг раскручивает банку очень жестко. Дэнди умирает. Синга! Ой, хорошо закрывается боксевом. Застанил троих, дал Добл Эйч. Булку Року пытается уйти, но в принципе раскастоваться. Миссия выполнена. Вивер уходит, таймлапс не прожал. Нави не смогли сломать линию. Смогли только продамажить Тауэр. Ой-ой-ой, хвост ошибается. Ставится Синтришник, Добл Эйч, Стан. Ну и тут таймлапс буквально чуть-чуть не хватило прожать. Зол получил огромное количество золота. Купит себе сейчас, наверное, Феррари какой-нибудь на эти деньги. Ну вот так должна была выглядеть защита от Клауд Найн, которая принесла бы им успех. Но вот сейчас они отбиваются в первый раз. Посмотрим, что смогут сделать. Программа максимум, наверное, для них сломать одну вышку. Но, судя по всему, будет это сделать тяжеловато, потому что крипы вот только-только доходят. Малыми силами пытаются действовать. Пупей на позиции. Да, вышел уже Бэтрайдер, и нужно уходить. Странно, что Пупей только-только-то делает Мекку. Я думал, у него побольше будет айтемов. Как-то на Творц, если глянуть на него, совсем скудненький у этого труда. Хотя 5400, как у Кентавра, не так уж и мало. Да, в общем-то, если сравнивать с Кура, то да. Ну, как бы все-таки это саппорт, который особо нигде не фармил. Вот сейчас он только покупает Мекку. Ну, в общем, для Нави ничего страшного не случилось. Стоит им, наверное, подождать Рошана, когда появится Аегис. Аккуратненько его забрать и попробовать зайти еще раз. Безусловно, шанс у Клауд Найн появился какой-то. У них дофармлен Хекс, дофармлен... У них лейт слабее. У них есть в лейте, ну, такой, как бы, герой-алхимик типа, но он-то с Меккой и Алибардой. То есть это в лейте очень слабый юнит. Инвокер, который делает... Ну, вообще инвокер сам по себе не особо супер силен в лейте, если сравнивать с Вивером, да. Он вот в хвост пошел на верочку, купил себе БКБ Линкен, и в случае надобности он просто-напросто доберет себе там какой-то Баттерфляй, Дезолятор и что-то еще и выиграет доту. А, ну, действительно, с такой сборкой алхимик, конечно, не является полноценным кэрри. Покупает такие итемы, больше как раз для Сулумит героя характерный, для Сулумит алхимика именно. И здесь, да, большой вопрос, чем вообще драться в лейте. Плохо то, что у Купея нет таггера. Он с Меккой, это все круто. Да, я ничего не говорю, просто тут, мне кажется, вместо даже Мекки гораздо полезнее было бы этот даггер, потому что Мекку он только купил на 28-й минуте, а даггер бы у него уже был 100 лет назад. Можно, возможно, так и есть. Во всяком случае, нападать для Нави это основной, блин, для этого подходит явно лучше. Но пока есть Бэтрайдер, в общем-то, такой необходимости нет. Да, особо острой необходимости нет, потому что Бэтрайдер, в принципе, инициирует очень неплохо. Ну и ждем... А, ну тут у нас Рошан появился. Нави его как раз таки ждали, и вот сейчас они будут его убивать. Вивер. Там перефарм уже просто огромный, отбиваться невероятно трудно, при том, что очень много эскейп-обилок у Вивера, его невероятно трудно будет убить. Там и Линкин, и БКБ, и еще есть дерево с ультимейтом, и все, все отлично вообще. Под смоками. Не хотят Cloud9, судя по всему, отдавать Рошана, либо они просто решили немного поскаутить и кого-то найти, убить. Походу... Да, так и есть. На Рошана они что-то не думают. На Рошана как-то не собираются. Они сейчас просто выгрузятся в Тауэр. Хуловый. Его просто-напросто Ливен Армором отхиливают. Но это, конечно, ужас. Всего лишь один Тауэр удалось сломать за всю игру. Собирают Рошана на Ави, пополняют свои карманы. Ну, а вот что им делать вообще на Рошане? Потому что пик у Нави такой, что они там кинут геля, и все быстренько откайтят. Там, может быть, одного-двух героев даже можно будет забрать, но не больше точно. Все равно они все разбегутся в разные стороны. И еще потом будут под этими стаками масел догонять и убивать. Вивер начинает ломать. Урона, конечно, у него немного. Не хватает ему дезолятора, но, в общем-то... Все равно вышечка потихоньку падает. Пошел Вив от Дазла. Бэтрайдер блинкуется в Вингу на этот раз, которая не может свапнуть сразу же. Крест несколько поспешный. Винга умрет. Разворот дает стан Фанника. Фаник под станом. Дерево ультсинг-синг вообще один, по-моему. Синг-синга кинули. Очень поздно врывается Бон Севен, но там просто у всех еще и БКБ, поэтому врываться Бон Севену сейчас очень тяжело. Вспоминается игра Тайдхантера от Фанника. Там также было проблематично сделать что-либо. Потому что у Фуры БКБ, у Бэтрайдера БКБ, и у Вивера тоже БКБ. Что, им на Виноманстер, что ли, врываться? В общем, вот... Ну вот на виду мы поняли, как нужно играть против Клауд Найн. Интересно, что у нас будет в четвертой игре, потому что Клауд Найн тоже абсолютно все должны были понять, что против агрессии они играют плохо, и нужно от нее защититься. Но вот как от нее защититься, это, конечно, большой вопрос.